Миниатюрные передатчики, наподобие тех, что используют для поиска угнанных машин, теперь вживляют и людям. В Мексике уже наладили массовый выпуск таких устройств. Размером и формой они напоминают рисовое зернышко. С помощью шприца врач имплантирует микрочип под кожу. В случае нападения можно активизировать прибор, который через спутник пошлет сигнал бедствия. С его помощью детективы быстро определят место преступления и отправятся на помощь. Восемь лет назад в США стартовала новая программа по борьбе с терроризмом. Основное оружие в ней – микрочипы. Благодаря им можно в считанные минуты получить полную информацию о человеке. Люди, которые решились вживить под кожу микросхему или просто носят ее при себе, говорят, что у них появилась масса преимуществ. Правозащитники же бьют тревогу, ведь тотальная безопасность может обернуться тотальным контролем. Репортаж Дмитрия Анопченко. Эту супружескую пару из маленького городка во Флориде американская пресса прозвала семейкой Чипсонов. Якобс – первая в истории американская семья, в которой всем, включая 14-летнего сына, вживили в тело миниатюрные электронные чипы. Прибор размером с трисовое зерно не только содержит практически полную информацию о человеке, но и передает данные о состоянии здоровья и местоположении владельца. Якобс уверяют, сделали они это для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ведь что бы ни случилось, все сведения о них, врач или полицейский, получат в считанные секунды. Я так благодарен за столь необычный подарок, ведь он спасет мою жизнь, если что-нибудь случится. Эксперимент вызвал бурю возмущения в Соединенных Штатах. Политики заговорили о нарушении гражданских прав, священники даже вспомнили о библейских пророчествах, трехшестерках и метке дьявола. Но вскоре страсти поутихли, и выстрелились очереди из желающих имплантировать себе микрочип. Сейчас в Америке вшить электронную метку под местной анестезией стоит всего 200 долларов. Люди говорят, для них чип – это возможность вовремя получить медицинскую помощь или сообщить спасателям и врачам данные о себе, если с ними что-то случится. Тем, кто все еще не решается вживить метку, ее аналог выдают на руки в виде привычной пластиковой карточки. Для того, чтобы получить вот такой персональный чип в Соединенных Штатах, теперь достаточно пяти минут, пункты, где с радостью примут ваши отпечатки пальцев и сетчатки глаз, расположенные по всей Америке. Такие стойки не так давно появились во всех крупных аэропортах Америки. Нам показывают, как работает система. Сначала сканируются документы, к примеру, паспорт и права, затем в базу данных заносятся отпечатки пальцев, снимок сетчатки и цифровая фотография. Ежедневно около каждого стенда минимум полсотни посетителей. Роберт Шульц решил занести все данные о себе на чип для того, чтобы проще проходить все проверки во время путешествий. В сохранности данных он не сомневается. Как мне сказали, вся персональная информация закодирована, и к ней никто не получит доступ. Бояться нечего, ведь мои личные данные больше никто увидеть не сможет. Пока сотни пассажиров стоят в очереди, владельцы микрочипов, вся информация, которых у них в руках, проходит в терминал самыми первыми. Для них в Соединенных Штатах уже есть отдельные дорожки. Среди удобств, которые могут появиться в будущем, отказ от необходимости носить с собой документы и бумажник, паспорт или кредитку тоже заменит микрочип. Такая чиповая программа путь к тотальному контролю, возмущаются противники нововведения. Ведь когда и документы, и деньги заменяет одна электронная метка, человеком легко управлять. Эти технологии позволяют другим людям узнать все, кто вы, что делаете, без вашего ведома и согласия. И мы уверены, что это в конечном счете приведет только к росту мошенничества и создаст новые риски для каждого гражданина. А правительственные чиновники призывают не верить скептикам и утверждают, без сбора личных данных всех добропорядочных граждан сложно найти потенциального террориста. Главная задача понимать, кто перед нами. Мы уже остановили тысячи людей, которые хотели въехать в страну, пользуясь чужими паспортами. Нам нужны биометрические данные, чтобы разобраться, кто на самом деле находится в стране и кто пытается из нее выехать. Чиновники говорят, безопасность превыше всего, и страна, которая 11 сентября пережила самый страшный в своей истории теракт, может в чем-то поступиться принципами во имя своего спокойствия. Поэтому на новые технологии безопасности здесь готовы тратить любые деньги. И уже в нынешнем году выделят на развитие программы очередные десятки миллиардов долларов. Собственно, работа по внедрению чипов сейчас уже ведется активно. Для того, чтобы обеспечить внедрение чипов, нужно создать инфраструктуру. Это главная основа. И, собственно, она создается и в России, и в другой части мира. Она создается в рамках формирования системы поддержки паспортов с чипами. Пока у нас в России это паспорта заграничные. За границей в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в Бразилии уже вводятся паспорта внутренние с чипами. В некоторых организациях, частных организациях, корпорациях, там уже целый ряд сотрудников не принимаются на работу, если не соглашаются принять себе под кожу какой-то чип. После того, как будет создана соответствующая инфраструктура, после того, как будут накоплены необходимые банки данных, будет проведена чипизация людей. Буквально чип будет швоваться под кожу. Немного о чипах. Чип, который вставляется в наши паспорта и который будет в дальнейшем вживляться под кожу, он не является активным элементом. Это пассивный элемент. То есть, для того, чтобы он заработал, дал какой-то отклик, его нужно получить внешним сигналом. И в зависимости от того, какой этот сигнал мы дадим на этот чип, такой будет и отклик. Если мы дадим один сигнал, то мы получим координаты этого человека, его паспортные данные, радужку глаза, печатки пальца, то есть биометрические данные. И тогда мы можем четко определить, где он находится, скажем, с использованием спутниковых систем. Если мы дадим какой-то другой форме сигнал, то отрезонировавший этот чип может вызвать определенное психологическое состояние человека. Я думаю, что не является тайной для людей существование так называемых психотронных видов оружия. Когда, облучая человека определенным излучением, у человека начинает меняться психология настроения. Либо это беспричинная радость, либо наоборот угнетенность, угнетенное состояние. Либо его это побуждает облучение каким-то действием. Эти вещи широко известны. Вот чип сможет адресно управлять, посредством чипа можно адресно управлять настроениями отдельных людей. И, наконец, третий вариант. Пославший определенный сигнал и действуя на человека этим сигналом через чип в течение длительного времени, может добиться гибели этого человека путем инициирования за счет этого облучения гибельных организма человекопроцессов. Это тоже является одним из элементов психотронного оружия. Поэтому использование чипов крайне опасное явление. И, по сути дела, чипование населения будет основным инструментом удержания мирового господства транснациональной элитой. Продолжение следует...